Совещания по вопросам строительства, на которых поведутся итоги работы в этой сфере, проводятся в области ежемесячно. Поэтому масштабных проблем особо не возникает. Главное – вовремя найти пути решения того или иного вопроса. Сегодня задача номер один – успеть ввести в эксплуатацию новостройки юго-западного жилого района города в этом году и не допустить долгостроев. И сделать это нужно так, чтобы в погоне за сроками качество не ушло на второй план. В Брестской области таких домов в этом году не будет, которые мы не справимся и которые перейдут в разрад долгостроев. Закончим все дома. Другое дело, что вот сейчас те дома, которые мы должны были бы в конце декабря месяца вводить, некоторые дома, а их десяток, просто не идет финансирования. Здесь как раз не вина строителей, а вина именно по финансированию. Я не хочу уже называть виновников это все, но именно в этом плане все это. Именно сходя из неритмичного финансирования. Поэтому я думаю, что если что-то и перейдет на будущий год, то это те дома, которые будут просто непрофинансированы где-то. И то мы постараемся, чтобы их в нас не было. Квартал жилой застройки по улице Богданчука, многоквартирные жилые дома Юго-Западного района номер 2, средняя школа, объекты, которые сегодня посетили участники областного семинара. Современные новостройки отличаются качеством выполненных работ, продуманной планировкой и оригинальным дизайном. И мы были на жилах, на домах, которые строят Брест, жил строят на панельных домах. Они очень добротные, прекрасные и по качеству очень хорошие. Мы посмотрели дома, которые возводят РЭС номер 8 в кирпичном исполнении, ну и школу, для того, чтобы поглядели, насколько можно, уже используя местную нашу промышленность, то, что делается у нас, например, в области, в частности, в Малорийск район, какой кирпич и насколько красиво можно делать тот или дурой дом с любой цветовой гаммой по цвету. Несогласование действий заказчиков и исполнителей – проблема, которая часто влечет за собой подорожание стоимости квадратного метра жилплощади. А это, в свою очередь, может существенно усложнить жизнь нуждающимся в этих квадратных метрах. Потому что, как правило, на строительство берутся кредиты и не всегда льготные. Поэтому сегодня усовершенствование проектирования и поиск путей удешевления того или иного объекта – задача, которая требует внимания и реализации. Все подрядчики и проектные организации озадачены путями снижения стоимости метра квадратного жилья. В частности, на том микрорайоне, где мы были, пришлось пойти, пожертвовать, снять стропильную кровлю. Может быть, ущерб архитектурной выразительности жилого дома. Отрабатываются вопросы все подвальных помещений, уменьшение их высоты, убрать все лишнее из подвалов, то, что там можно убрать, сохранив эксплуатационную пригодность всех коммуникаций и самого подвального помещения. Значит, идет оптимизация по лестничным клеткам. И в том числе, наверное, один из вариантов решения – это решение этажности жилых домов. Возможности сегодня дешевле строить есть. Вот целый ряд мероприятий для этого появляется возможность проводить. Я думаю, что мы добьемся, чтобы цена соответствовала и качеству, и возможностям каждого человека. Сегодня на Бречене насчитывается 10 проблемных домов. Их ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие будущего года. Работа в этом направлении не должна останавливаться, так как только тщательный контроль и постоянный мониторинг ситуации позволят урегулировать сферу строительства и в скором времени решить жилищный вопрос. Продолжение следует...